Фейк, вброс, хайп. Сравнительно новые для России, но знакомые каждому выражения. Как не утонуть в море неправдивой информации? Поговорим об этом с нашим гостем. В студии Владимир Мамонтов, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва», председатель совета директоров газеты «Комсомольская правда», ну и, собственно, мэтр российской журналистики. Здравствуйте, Владимир Константинович. Здравствуйте. Ну, сразу к делу, собственно. Вы руководили «Комсомольской правдой», которая в постсоветское время, она, по сути, стала таблоидом. Но мы сейчас говорим не только газетой с определенным форматом, но и, в первую очередь, с содержанием, которое на тот момент и привлекало обывателей. Вот меньше новостей политики, больше светской хроники, но можно сказать, что даже где-то попахивало желтушностью, будем откровенны. Будете просвещать нас сознанием дела сейчас? Вы знаете, по большому счету в мире ничего не изменилось, и если кто-то хочет завоевать большую аудиторию, он должен быть народным. Мы для себя вот этот процесс, то, что вы называете какой-то некоторой такой желтушностью, мы для себя очень быстро прошли, потому что мы внезапно поняли, что это путь в тупик. Нам нужно было 3,5 миллиона этих тираж примерно для нормальной жизни, чтобы у нас экономика сходилась. А желтушная тема и желтушная газета в то время 600 тысяч, 650 и все, и вставало железно. У нас рядом были конкуренты, куда желтее, куда ярче. Нас в этом смысле, которые ломали вообще все всяческие каноны, пределы в этом плане, рвались за тиражом, а народ им сказал no. А народ им сказал, а мы свои 3,5 миллиона сделали, когда поняли, желтить нельзя только. Человека надо уважать. Вот вы говорите, меньше политики. С одной стороны, меньше политики, а с другой стороны, вы дайте политику так, чтобы человек ее, во-первых, понял. То есть это основной принцип журналистики, говорить доступным языком. Конечно, говорить доступным языком, потому что человек, даже если он вообще-то желает больше читать про Аллу Борисовну Пугачеву и очередные взаимоотношения, то с Киркоровым, то с Галкиным, то при этом он себя уважает и он себя совершенно не считает человеком, который недостоин вообще выслушать, а что в Кремле. А как дела? Иногда он надевает на себя пикейный жилет. Мы же не все время ходим вот в свете ручки. Иногда, у меня же смокинг есть, я иногда, есть случаи, когда я там надеваю смокинг. Так и наш читатель. Он надевает обязательно то пикейный жилет, то тельняшечку старую свою достает из армейской, из флотской службы, то еще что-нибудь. И газета должна это учитывать его как уважаемого персонажа, потому что ты для нас все, ты для нас читатель и так далее. В принципе, по большому счету, что ни говорите, чем бы это ни форматировалось, что газеты, что интернет, что толстушка. Если твоя задача собрать массовую аудиторию, то действовать в широком смысле ты должен так. Уважать, рассказывать, не стесняться, называть вещи своими именами, говорить языком понятным. У тебя все получится. Ну вот журналистские баталии, фейковые новости, информационные вбросы, я думаю, достаточно понятным языком для современного бывателя говорю. Это очень важный момент. Как в этом объеме на сегодня, в огромнейшем объеме информации определить правду? Значит, ну, во-первых, надо для себя выбрать какие-то источники. Ну, можно обмануть читателя раз, два, три, четыре. Но если читатель не желает быть обманутым, там ведь проблема есть, знаете, какая? Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Вот в чем проблема, на самом деле, колоссальная. И как мы понимаем, поскольку строчка пушкинская, то это проблема не нашего с вами, вот сегодняшнего времени. Она и тогда была. То есть люди, которые обманывают нашего читателя, зрителя и слушателя, если они этого хотят, они опираются на то, что иногда он этого хочет сам. Но в то же самое время в человеке борются разные начала, и он, с одной стороны, хочет иногда быть обманутым, да, это какой-то правдой. Но иногда он дико хочет правды. Ему это надоедает, он говорит, я не верю, я хочу узнать и так далее. Вот тут надо ему помочь. И тогда человек, однажды, найдя то издание, тот сайт, тот, я не знаю, значит, ресурс, социальную сеть, ведь как в социальной сети постепенно формируется, у тебя главная лента, это ты ее постепенно формируешь в социальной сети таким образом, что у тебя собираются люди, которым ты доверяешь. Источники, которым ты доверяешь. Она же, это главная лента, у всех разная. Не все это понимают, но с многомиллионной аудиторией любой социальной сети у тебя собственная лента, ты ее сформировал так, потому что так работает технология социальной сети, и ты отобрал себе людей, которые твои друзья, они тебе доверяют, они пишут тебе, ты пишешь им, ты их читаешь и так далее, и так далее. И так формируется твой лент. Таким образом, ты можешь сформировать себе набор источников информации, которым ты доверяешь. Раньше в газетах было бюро проверки. Сидели тютушки такие, энциклопедически образованные, они в некоторых газетах и сейчас есть, спасибо им огромное. И они все проверяли. Цифры, факты, сопоставление, комментарии и так далее. Сейчас их нет. Но на сегодня это пережиток? Газет-то нет, это пережиток. Да газет-то сама пережиток. Поэтому ки уже там бюро проверки. Поэтому бюро проверки надо заводить у всех в голове. Деваться некуда. Доверять просто, как раньше читатель говорил. Не-не-не-не, это в газетах написали. Да, уровень доверия был очень высок. Нет, все, уже нельзя. Надо воспитывать в себе бюро проверки, критическое мышление. Ничего другого я посоветовать не могу. Особенно в условиях информационной войны. Это понятие в последнее время становится все более актуальным. Как, наверное, и на внешнеполитической арене, так и внутри стран. Если говорить о войне информационной России, и, наверное, стоит обобщить Запада. Туда же включить, наверное, и США, и Европу, и Украину. А вы себя как журналист... Ты чувствуешь себя дураком? Отвечу, нет. Я не чувствую себя никем. Я вот тут так вот летаю. Значит, и так далее. Ответишь, да, я чувствую, что вообще сейчас порву всех. Опять не то. Вот, понимаете, я сожалею, что идет информационная война. Первое, что гибнет в информационной войне, если она натуральная, серьезная, с применением серьезного оружия, там гибнет журналистика, на самом деле. Поэтому радоваться информационной войне, ее наличию, тому, что она нас затянула, я, конечно, не рад. Но мы-то говорим об этом понятии, как будто оно вот какое-то новое, там, совсем недавно появилось. Да нет, но оно всегда было, да. Но по факту, действительно, и Советский Союз, и Холодная война. Да, это все было, но только сейчас все это на новом технологическом уровне. И, вы знаете, вот вести информационную войну нужно, все равно, я вот считаю, нужно, если хочешь в ней оставаться. Ну, мы же все люди, мы же понимаем, мы же все в профессии, мы понимаем, что мы из нее никуда не выскочим, если идет война народная, и мы здесь принимаем в ней участие. Знаете, вот коллеги, я вот всегда с уважением смотрю на коллег, которые принимают, вот на переднем крае этой войны, вот взять, скажем, там, Раши Тудде и Маргарита Севсимоняна и ее коллеги и так далее. Слушайте, а это уважаемые, это очень точные, очень серьезные, очень хорошо работающие журналисты все равно. Безусловно, они выполняют пропагандистские задачи. Безусловно, они на переднем крае информационной войны. На территории, условно, врага. Да, 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 да. Да и безусловного тоже порой, да. Но, понимаете, они изо всех сил, и это видно, и это оценено их слушателями и читателями, и коллегами, которые искренне хорошо к ним относятся и желают им добра. Понимаете, они продолжают быть журналистами в этой истории. Каким они образом это делают? Вы знаете, когда против тебя играют, так как сейчас играют коллективный Запад, да, в общем, есть счастливая возможность и войну вести, и человеком остаться, и журналистом профессионалом. Достаточно говорить правду, достаточно излагать другую точку зрения, не обязательно отрывать башку в каждом эфире своему противнику и радостно пить его кровь. И это не обязательно этого делать. У нас, кстати, сок вишневый, поэтому... Не знаю, я не пробую еще. А я пока вот продолжу эту тему. Вы заявили вначале, что лучше бы информационной войны не было, да? Ну, это когда есть уже, ну что делаешь? Реалии такие, да, вот что делать журналистам, когда их пытаются втянуть в этот информационный конфликт? Или, в принципе, если ты уже решил связать свою жизнь со средствами массовой информации, ты априори в этот конфликт втянут? Выбор всегда есть. Я вот студентом, не вы первый задаете мне этот вопрос, я вот студентом отделений всяких и факультетов журналистики всегда говорю, ребят, у вас есть выбор. Вы вообще можете стать партийными журналистами? Это тоже возможно. Вы каким-то образом примкнете к тому или иному политическому движению. И я знаю таких людей. И они всю свою сознательную жизнь пишут и провозглашают, и борются вот за определенный набор идей. Ну, они так устроены. В этом случае эти идеи и сама идеология должны им подходить? Должны, да, должны. И надо, чтобы это срослось. Есть другая история. Есть, значит, ну такие циничные подай-принеси. Ну, хотите быть такими? Хотите выполнять любую поставленную перед вами задачу, значит, за деньги или там исходя из каких-то цений? Мотивированы. Мотивированы. Это тоже возможно, но тратить на это жизнь, я бы подумал. Мне было бы стрёмно, мне было бы скучно. Поэтому попробовать поработать в журналистике так, как в ней полагается работать, когда ты слышишь разные точки зрения, когда ты это, это. Слушайте, я учился в советском университете, да? У нас был предмет партийно-советская печать. Меня так готовили. Но при этом наш декан и наш человек, который руководил нами и вёл у нас этот курс, он ведь вбил мне в голову, что нужно выслушать два мнения, а то и три. Нужно иметь в виду, что существует другая точка зрения. И если всё равно её надо как минимум хотя бы упомянуть, что она существует, иначе тебе читатель не поверит. И даже если ты ведёшь информационную войну, и наше дело правое, и мы должны победить и так далее. Но мы должны так работать и так себя вести, знаете, чтобы этому верили. Знаете, есть потрясающий эпизод из жизни такого противоречивой фигуры Иосифа Васильевича Сталина. Там он встречается с Чкаловым, и Чкалов в порыве вот искренне, вот такого вот самоубийственно, такого открытого, умру за вас, товарищ Сталин, умру за вас, товарищ Сталин. Он говорит, слушай, дорогой, мы знаем, что умирают люди, но не всегда они герои. Давайте лучше выпьем сейчас, это был вечер встречи с ним. Он говорит, давайте сейчас выпьем за то, чтобы люди жили за дело, которое они, оставались живыми, чтобы не помирали. Вот это гораздо важнее, гораздо нужнее и так далее. И вот такие эпизоды, такой ответ гораздо больше скажет читателю, зрителю, кому угодно, чем вот это вот рвать на себе рубаху. Я сейчас тут, я предполагать, что читатель умен и слушатель умен, и понимает больше, чем просто черное-белое, квадратное-круглое. Это очень важно для журналистов. Но, тем не менее, в целом, журналистика, наверное, за последние десятилетия, она потеряла уровень доверия общества. И в том числе, что такое журналистка? Она, в принципе, расширила свои границы. Сейчас это не только печатные издания, радио, телевидение. Сейчас это масса блогеров, огромное количество интернета, аудитории, которая привязана к своим уже любимчикам. Но, может, этот уровень доверия, он и снизился из-за того, что непрофессионалы, аматоры в этой отрасли пытаются донести свою точку зрения? Вы знаете, ну да, так. Но каждое время несет свои... Когда-то не было газет, когда-то книг даже не было, когда-то устно передавали из уст в уста какие-то летописи и знания о том, что Земля стоит на четырех черепахах и двух китах, или трех китах. Всякое бывало. Это вопросы развития и технологии. Но с точки зрения, как к этому относиться, ну вот так и относиться, как сейчас. Ну есть оно вот у нас появилось, этого не было. Появилось. Ну что с этим, бороться, что ли? Нет. Мне кажется, что надо газетам, если газеты будут... Или газеты, или средства массовой информации более серьезные. Если они не будут учитывать некоторый опыт блогеров, скажем, и ту новую искренность, которую они принесли, они общаются со своим читателем напрямую, между ними нет посредников. И если газета будет продолжать, или там любое средство массовой информации, или оставаться монументальным таким, значит, пока тут три редактора не проверят, восемь журналистов не сбегают и так далее, тому подобное. Это ничего не выйдет, то ты просто опоздаешь со своим мнением, со своей информацией, со своими взглядами. Просто за это время жизнь ускачет. То есть сейчас оперативность важнее достоверности? Ну, вы знаете, важно умудриться принести оперативную достоверность. Вот это фантастика, вот это, вот это, вот это тут, да. Потому что, да, блогеры, они, конечно, знаете, второй раз Сталин на ум лезет, нехорошо. Но говорят, чем моложе блогер, тем больше он пострадал от Сталина. А, я думал, это Сталин говорил. Вот, понимаете, поэтому молодые блогеры или молодые вообще, или вообще быстрые вот эти вот средства, любители, которые у нас занимают информационное пространство, они, конечно, безответственные товарищи. Мы вроде как ответственные. Но, если мы такие ответственные, то наша ответственность сейчас в том, чтобы работать так же быстро, как они, но только сообщать правдивые факты. Владимир Николаевич, а вы вот сказали, что вы являетесь, да, по своей воле, не по своей, но тем не менее являетесь участником этой информационной войны, да? Ну да. А вы против кого воюете? Значит, смотрите. Вот я воюю против, ну, возьмем какой-нибудь пример. Или за что? Давайте вот такой вот пример я возьмем. На примере всегда яснее. Вот, например, в деле Скрипалей. За что я воюю? Мне не нравится, когда наши вроде бы коллеги, вроде бы журналисты, ну, и коллеги в широком смысле этого слова, дипломаты и так далее, и так далее, вешают на нас большую, очень сложную и явно неоднозначную проблемущу. делают это без строгой системы доказательств. просто кричат громко, держи вора, вот потому что это русские. и мне здесь все не нравится. Я против журналистов, которые так описывали процесс. Ну так нельзя, ребята. То в гречке они яд пронесли, то где-то еще, то кота отравили, то еще что-то там произошло. Когда премьер... Понимаете, англичане, великобритты, ну, они же сколько всего создали. Из них Черчилль вышел. Они Монти Пайтон, значит, сериал блестательный совершенно каким-то образом отсняли. Это же люди ума, как мне казалось всегда, точности и тонкости. Я вот с кем я воюю? Я воюю с теми, кто внезапно вот опускает на моих глазах весь этот уровень куда-то в преисподнюю. А за кого я воюю? За Черчилля, за Монти Пайтон, за серьезных людей, за тех, кто представлялся мне определенным, определенный. Они были, конечно, большие хитрецы и не очень любили, может быть, Россию. Но признавали ее заслуги. Но признавали ее заслуги и так далее, и так далее. Вот я за них. Ну, помимо того, что я за себя. Я понимаю, что ко всему прочему, моя точка зрения вот какая. За всей этой суматохой, за всей этой войной, а эти говорят наши, эти говорят не на, эти грушники, эти не грушники, мне бы хотелось вообще-то по правде сказать. Мне самому хотелось бы узнать, а что там было на самом деле. За этой суматохой, чем больше этой суматохи, тем меньше у меня шансов узнать, что было на самом деле. Вот Лавров Сергей Викторович, им сразу предложил, говорит, слушайте, давайте вместе будем расследовать. Ну, прекрасный вариант для, даже для холодной войны. Я жил во времена холодной войны. Даже для времен холодной войны хорошая. Давайте вместе будем это расследовать. Я заодно узнаю, да, и мы заодно узнаем. Значит, все-таки был этот герой, на самом деле герой, или это кто-то другой. Мне что же интересно, я что же считаю. Да, вы сейчас и с позиции обывателя рассуждаете, и с позиции журналиста. А вот еще есть позиция руководителя. Вы вот сейчас являетесь гендиректором радио «Говорит Москва», работаете с самым известным медиакиллером 90-х годов, Сергеем Доренко. По сути, он и лицо, и голос вашей радиостанции. То есть, ваш нынешний профиль, это, так скажем, тяжелая артиллерия в информационной войне. Вот если говорить непосредственно о его работе, да, все мы знаем его, неоднозначные своеобразные заявления, эпатажность, да. Вот приходится сдерживать ее. Нет. Значит, смотрите. Есть, у нас есть закон о печати. У нас есть редакционная политика. За редакционную политику, кстати, он отвечает как главный редактор. Я не отвечаю за редакционную политику. По закону за редакционную политику отвечает главный редактор. Он является главным редактором. Не просто ведущим каким-то, не очень классным ведущим. Он главный редактор. И вот сдерживание, во-первых, не входит, к счастью, в мои обязанности, если бы даже я хотел, или у меня нет этих обязанностей, кого-то сдерживать. Да я и не хочу. Понимаете, какая вещь? Я знаю, что найдутся много людей, которые скажут много нехороших слов о Сергея Доренко. Скажут, да нет, кто называется киллером, да так же нельзя говорить, да что же он делает, да как же так и так далее. Но вы знаете, я скажу так, выигрывает на этом большом, очень интересном информационном поле война тут или не война. Война всегда идет за читателя, за зрителя, за слушателя там всегда. Выигрывает неординарный человек. Вот вы говорите, что он телекиллер 90-х. А вы знаете, я бы его сегодня рассмотрел как персонаж конкретных нынешнего времени. Потому что смотрите, что он сейчас делает. Он вообще-то не очень хочет оставаться ретро-персонажем из 90-х. Он сегодня сказал, умру, но сделаю там большой тираж на своем телеграм-канале. Он сейчас ведет блог, кстати, активно провоцирует коллег по цеху. Ведет блог, провоцирует нам все что угодно. Слушайте, его к себе зазвал небезызвестный и тоже интересный. В известии, кстати, я его в известии брал на работу Юрий Дудь. И они с ним там беседовали, бодались. У Юрия, кстати, несколько бесед со старичками. То есть Доренко, Михалков и Киселев. Вы обратите внимание, как эти условные так называемые старички, как им, как много они бы интересного и классного бы всего рассказали, если бы Юрий не был таким плоским. Ну вот с Киселевым последний я смотрел. Стоит отдать должное, да. Все-таки опыт берет свое, наверное. Во-первых, это ладно, это же не битва двух опытов, у кого опыт больше, да? Или там что-то другое. Здесь, наверное, раскрыть личность больше. Вот я же с ними беседовал, со всеми. Вот с Доренко я работаю, с Михалковым неоднократно встречались. Киселева я хорошо знаю. Достаточно, понимаете? Это глыбища. Они столько могут рассказать, если их по-настоящему быть к ним внимательным и интересоваться их подлинной сущностью, а не просто ловить их на каких-то мелких несоответствиях, на чем-то там. Ну это тоже, наверное, мило поймать, посмотреть за реакцией. Ну я-то просто знаю, сколько они могли бы рассказать на самом деле, поведать вообще. И такого и острого, и противоречивого, и подлинного. У Дудя все хорошо, только мяса нет. Владимир Константинович, ну вот я боюсь просто упустить свою возможность. Поведайте что-нибудь такое жесткое, интересное, подлинное. Про что? Спросите. Спросите. Поведаю, может быть. Кстати, вы сказали о том, что газеты, господи, да, все, отжили свое, да, радио, СМИ, ну нет. А что будет вместо этого? Вы знаете, технологическая история этого всего для меня совершенно ясна. Что будет в конце, я не знаю, но в принципе я предполагаю, что у нас с вами на голове будут антенны, которые будут прям принимать эту информацию. Вот смотрите, мы пережили, откуда я это взял? Я не вычитал это у Александра Беляева или у Айзека Азимова. Я это, я просто смотрю. Вот смотрите, как были устроены газеты или радио, или телевидение, тем более. Сейчас очень начались. Там вот входит информация через тот или иной вариант, да. Дальше, наверное, начинается ее обработка. Обработка, обработка, из аналога в цифру. Вообще информация сама по себе, она приходит в аналоговом виде. Мы сейчас с вами сидим, мы аналоги. Да, безусловно. Да. Дальше нас надо оцифровать. И понеслась. Цифруют меня здесь. Слушайте, а в старой газете ты писал, Машбюро работал, проверяли. Машбюро вычитывали. Гранки. Гранки были мокрые такие, да. Потом, значит, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И эти этапов. И, наконец, читатель хватал эту газету, открывал и поглощал эту информацию. Вчерашнюю, позавчерашнюю. Как новость, лучше немного обстояло дело по радио. По радио можно было при определенном желании в тот же день, значит, это все получительно. Но все равно проходило колоссально. И, наконец, сегодня мы видим, как один за другим улетают эти... Фильтры, да? Фильтры улетают. Вывод один. Экономика диктует. Читатель, он бы, может, и дальше листал, слушал радио, музыку сначала, потом еще что-то и так далее, и так далее. Ему это нравится. И многим это нравится. Но экономика жестокая, жесткая вещь. Это все высадит. Все эти фильтры высадит, как просто неэффективные. Владимир Константинович, но мы будем надеяться на то, что действительно... Что мы-то с вами. Я так и знал. Читатели, слушатели и зрители, они все-таки будут сами фильтровать эту информацию. Действительно выбирать те факты, которым можно верить, да? Да, но как они чем-то с ними будут это делать, я не знаю. Ну, поживем-увидим. Поживем-увидим. Я вас благодарю за беседу, вам успехов в работе. Зрители, я благодарю за внимание. Увидимся с вами завтра в этой же студии в программе «Вечер.Лайф» и обсудим то, что обсудим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова